Добро пожаловать в Казахстан! 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 Конечно, мягко говоря, это очень удивительный персонаж. Каждый раз он нас радует своими интересными заявлениями. Сомнительная радость, конечно, но все же. Да. Ну, мы помним, как на пресс-конференции в Москве господин Лавров однажды прервал. Видимо, опять он продолжается в том же ампла. Ну, и, кстати, он на сегодняшней пресс-конференции заявил о народе Арцаха. Опять эта фраза, народ Арцаха. Я не знаю, в Карабахе проживают армяне или там какое-то другое. Да, это на самом деле, да, кажется, внутри Армении тоже точно не понимают. Что касается вопроса статуса, который они поднимают, я все-таки считаю, что они поднимают ее, рассматривают не как цель, а как средство. Дело в том, что... То есть они сами даже в него не верят? Конечно, конечно же. Ну, после того, как Азабаджан освободил свою территорию, там осталось 5 населенных пунктов. Ну, как можно какой-то статус отдельно давать 5 населенных пунктов? Это первое. Чисто юридически это невозможно, потому что Азербайджан унитарное государство. Чтобы Азербайджан дал какой-то статус, нам нужно провести референдум. То есть наша конституция не позволяет. И как вы думаете, граждане Азербайджана на референдуме проголосуют за это? То есть никаких перспектив здесь нет. Я думаю, что здесь все-таки, во-первых, хочется понравиться коллегам из Франции и США, потому что проталкивая тему статуса, мы даем повод как-то привлечь к этому минскую группу. Потому что, посмотрите, у минской группы никакие уже рычаги не остались в предложениях. Единственное, остается из старого пакета статус. И сейчас они уже вопрос так называемых военнопленных используют. Больше никаких вопросов нет. И ничего нового они не могут предложить. Кстати, я предлагал им хорошую идею. А в плане маршала можно было бы вот с этим пройти в регион. Я думаю, что это бы понравилось и Азербайджану, и Армении, и так далее. Но они опять-таки продолжают свою старую шарманку крутить, статус и так далее. Поэтому я не вижу здесь каких-то перспектив. Мурадам, есть еще один такой момент. Ну, помимо нас, помимо региона, стороны все-таки говорили об армяно-российских отношениях. Там, отвечая на вопросы журналистов, журналист был задан вопрос, что вот как бы расширение резком взаимоотношения, ну, отношения между этим, потенциал отношений. Лавров сказал, что отношения настолько, так сказать, широкие, что резко расширить их не получится. И обращает внимание на себя то, что, как правило, когда задается такой вопрос, особенно дипломаты, они говорят, что потенциал еще не исчерпан, там еще можно расширить, можно то-то сделать, все это. Может быть, это и все риторика, но люди именно так отвечают. Вот я хотел бы в этой связи узнать ваши, это чисто случайно так получилось, что глава МИД России, так сказать, ну, как бы Москва, она как бы предлагает умерить аппетиты официального Еревана? Или это некий месседж? Я почему это говорю? Потому что, ну, на время последнего визита Николы Пашиняна в Россию, он предложил России строить атомную станцию, да, Ну, это очевидно, что на российские деньги, но атомная станция, это как бы не маленький какой-то объект, это как раз-таки резкое расширение. То есть, в этом смысле и армяне, так сказать, не совсем согласны с Лавровым, по крайней мере, то, что они предлагают, не согласны. Затрагиваю вопрос атомной электростанции, вы определили меня, хотел об этом затронуть, потому что во время визита Пашиняна в Москву он поднял невероятный вопрос строительства новой АЭС. Сколько стоит эта АЭС? Это 20 миллиардов. К примеру, приведу, что дело в том, что ситуация на Месомольской АЭС, на самом деле, очень тяжелая, и армянская сторона не может найти средства для проведения ремонтных работ на этой АЭС. Я уже не говорю о строительстве новой атомной электростанции. Поэтому это абсурдное мнение. Видимо, я думаю, что Пашиняна тоже понимает, что перспективы нету строительства. Веры в его глазах не было, когда он говорил, уверенность в нем. Но что меня забеспокоило? Почему он поднял вопрос строительства новой? Я все-таки думаю, что там на Месомольской АЭС появились новые большие проблемы. И ввиду этого он опережает события и прикрывается другими деревьями. То есть он не поднимает, если я правильно понимаю, вас удивляет то, что он не поднимает вопрос реконструкции, обновления, а именно хочет новую. Да. Дело в том, что ситуация там с каждым днем все хуже и хуже. Это атомная электростанция давным-давно, еще много лет, лет 10 назад на вашей передаче мы это обсуждали, если вы помните. Тогда уже были выработаны все ресурсы. И на сегодняшний день в любой момент там может произойти катастрофа. Я приведу пример. В свое время, если об этом даже скрывается. Помните, когда землетрясение было в Спитаке? Дело в том, что армянские представители, которые работают на этой станции, они от страха покинули ее. И российский МИНАТОМ был вынужден провести команду с Кольской атомной электростанцией, чтобы продолжали эту работу. Там часто случались аварии, пожары с кабелями и так далее и тому подобное. Поэтому в этом контексте, я даже скажу, ситуация с атомной электростанцией намного сложнее и опаснее, чем даже ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Потому что не дай бог, если там что-то случится, то пострадают там не только Армения, Азербайджан, Грузия, Турция и вплоть до Европы, может дайте. Кстати, Европейский Союз постоянно требует от Армении закрытия этой станции, даже готов выделить 200 миллионов, на что Армения не соглашается. Поэтому в этом контексте трудно объяснить все-таки, что думает Пашинян по этому поводу. Но что я хотел бы сказать, сегодня после встречи с Лавровым, он сделал заявление, что мне понравилось. Он однозначно, несмотря на то, что предвыборная ситуация, он однозначно заявил, что армянская сторона будет делать все, что возможно для выполнения соглашения от 10-го. Можно ли доверять этим словам? Ну, дело в том, что мы, конечно, не доверяем, как говорит наш президент, мы ведем переговоры, но наш железный кулак всегда рядом. Потому что с такими соседями мы должны работать только в такой области. Дипломатия, но железный кулак должен быть. Поэтому, вы видите, мы постоянно проводим военные учения и так далее. Кстати, вот мне очень понравилась видеокартинка была, когда наши открывали пограничную заставу в Зангелане. Своим президентом был там. И там стояло три автомобиля с комплексами араб. Я посчитал их. Было 27 арабов. Вы представьте себе, на нашей границе, на одной заставе только 27 арабов. Армянские вооруженные силы целиком не имеют даже одного. То есть, мы всегда готовы ответить на любые провокации. Вместе с тем, конечно же, главная задача – это развитие мирных отношений. Фат, ваше же мнение, опять же, по этому поводу хотелось бы узнать. С точки зрения, то есть, Москва, тем самым, когда он говорит, что все настолько хорошо, я так понимаю, что дальше уже расти некуда. Опять же, как правило, дипломаты говорят о том, что весь потенциал не раскрыт и так далее. То есть, риторика именно на это. То есть, Москва очерчивает такую красную линию, что больше не получите. Это один момент. И второй момент обращает внимание на то, что глава МИД Российской Федерации, говоря, в отличие от Ара Айвазяна, говоря, он не произнес слово «военнопленный». Он сказал о неких задержанных, о том, что Москва хочет освобождения и так далее и тому подобное. Ну, видимо, опять же, сказывается опыт и говорил о роли Российской Федерации. Вот я хотел бы, опять же, узнать ваше мнение. Когда Ара Айвазян так настойчиво говорит, но не берет пример Славрова, это такое его своеобразное понимание дипломатии? Он полагает, что чем больше шума, тем больше результата будет? Ну, этот вопрос задержанным, один из самых болезненных тем сейчас в Армении. И если мы проследим армянские социальные сети, СМИ, этот вопрос один из, так можно сказать, рычагов и факторов внутренней политики. Оппозиция обвиняет правительство, что они не делают достаточно для того, чтобы освободить этих людей. И в том числе мы видим по всему миру, как армянское лобби поднимает этот вопрос и использует это как пропаганда против Азербайджана. То есть, даже если Лавров сказал, что назвал этих людей содержанно, не военно-пленных, я хочу отметить, что в предыдущих заявлениях господин Лавров определил этих людей не как военно-пленных, дал четкое пояснение, что азербайджанская сторона считает их преступниками, которые были задержаны после 20... которые были арестованы после 10 ноября. Я думаю, что, опять-таки, в этом контексте, учитывая всю эту политическую ситуацию в армии, он, Айвазян, должен был вот именно вот так преподносить этот вопрос. И я думаю, что после этого они будут в таком русле продать. Вы хотели что-то добавить? Да, я хотел добавить. Дело в том, что не только министр иностранных дел назвал их задержанными. Заявления минской группы, тоже они отмечаются, тоже как задержанные. Это говорит о том, что и минская группа, и министр иностранных дел России приняли наше объяснение ситуации, потому что Азербайджан всегда говорил, что они не военно-пленные. И, во-первых, во-вторых, я хотел бы отметить, что дело в том, что армянская сторона поднимает этот вопрос, потому что из чисто гуманных целей, соображений, этот вопрос легко штудировать в различных международных организациях. Это второй момент. А третий, я хотел бы вспомнить один нюанс. Помните, когда они были задержаны, Министерство обороны Армении отказалось от них. Она сделала заявление, что мы никого не посылали. У нас там никого нет. Да, а вот сегодня почему-то все вспомнили о них, о них начали заботиться и так далее. То есть, это единственный метод, который армянская сторона хочет использовать для давления на Азербайджан. Но я думаю, что это неэффективен. Еще один такой момент. Когда была встреча Лаврова, если не ошибаюсь, с Николом Пашиняном, там была высказана мысль о том, что Россия привержена обеспечению безопасности Армении, как своего союзника. Он сказал об этом. И с учетом комплекса событий, которые произошли в 2020 году, и в том числе в контексте России, отношений России и Армении, я хотел бы узнать, насколько вот в этом вопросе, когда Лавров говорит, что Россия привержена обеспечению безопасности Армении, в Армении доверяют России. Я даже скорее имею в виду общественное мнение. Дело в том, что сегодня была статья про оппозиционную армянскую газету, они, конечно же, обвиняли Айвазяна в том, что он заявил, что безопасность Армении полностью зависит от России, и приводили пример 44-дневной войны. Но дело в том, что многие не понимают, и об этом четко высказалось российское руководство тоже. И ОДКБ, и российская сторона являются гарантом Армении, территориальной целостности Армении в тех границах, которые признаны ООН. Но при этом ничего не говорится о территории, на которой находились армянские боевики на территории Азербайджана. То есть 44-дневная война и события, которые произошли на территории Карабаха, ни в коем образом не входят в ту компетенцию, которую заявляет российское руководство. Поэтому в этом смысле я считаю, что российская сторона четко показывает свое отношение. Одно дело Армения, одно дело территория Азербайджана, где Азербайджан проводил свои контртеррористические операции. А стало, что вы в Армении это поняли? То есть публично Москва дает понять, что сидеть на двух стульях никак не получит, и она будет регламентировать отношение официального Геребана с Европой и Евроатлантикой. Что вы думаете? Конечно, Москва, конечно же, дезаволюблена в форме, еще раз объяснила Армении, что вы являетесь нашим форпостом. И все ваши заигрывания с Европой и Соединенным Штатом Америки, новая администрация в контексте заявления Байдена и все будут пресекаться. Поэтому те гарантии, о которых говорит Россия, безопасности Армении, связаны именно с тем, какой курс будет вести правительство Армении. Поэтому в этом смысле после 44-дневной войны армянское руководство, особенно внешней политики, такие важные вопросы, как свои связи с США, с Европой, Евросоюзом, она должна, обязана согласовывать с Россией. То есть без вариантов. Без вариантов. Ну и мы не коснулись этого момента. На самом деле 10-11 мая Ксвен Лавров будет в Баку. Поэтому его визит в Ереван, потом Баку в целом можно воспринимать как региональный. И с учетом того, что более-менее заявления известны, сложно сказать, итоги известны или нет по визиту в Армению, хотелось бы все-таки узнать ваш ответ. Сначала ваш, потом Фат. Ваше мнение по этому поводу. С чем Лавров приедет в Азербайджан? Что он привезет из Еревана в Баку? Если на самом деле привезет. Я думаю, что в первую очередь он привезет заявление, о котором я сказал, заявление Пашиняна, что армянская сторона готова выполнить все договоренности, отмеченные в заявлении от 10 ноября. И российская сторона подтверждает это. Это первый важный фактор, это открытие Мегринского коридора. И я думаю, что это основной, главный фактор. Там будут другие вопросы, связанные с работой совместной комиссии, нашей трехсторонней комиссии. По сути, это Зангизурский коридор. Там и Зангизурский коридор, там есть и другие нюансы. И я думаю, что все-таки, конечно, трудно прогнозировать, но российская сторона будет гарантом заявлять свои гарантии о том, что Армения будет выполнять все эти договоренности. Потому что здесь нужно рассматривать не только в контексте поездок министров и странных дел. Буквально на днях, по-моему, сегодня или вчера состоялся телефонный разговор президента Турции с президентом России. Там обсуждали. Да, и основные вопросы, которые обсуждаются, это были вопросы, связанные с Карабахом и дальнейшим развитием ситуации в регионе, восстановительной работы и так далее. Поэтому в общем контексте я все-таки думаю, что главные игроки в Карабахском вопросе, как Турция и Россия, поддерживают ту позицию, которую сегодня Азербайджан проводит. То есть восстановительные работы в Карабахе. И мы видим, что Азербайджан уже очень радостное событие. Кстати, второй аэропорт заложили наши. В этом контексте я вижу положительные перспективы только решили. Я бы хотел в этой связи вам заключительный вопрос задать. Дело в том, что говоря именно о выполнении трехстороннего заявления, Пашинян не упустил возможности. Они любят в присутствии российских чиновников, высокопоставных жаловаться на Азербайджан. И вот он говорит, что Армения готова предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей. Но в то время Баку своими действиями во многом их срывает. Вы знаете, здесь неразборчивость ситуации, вот странность ситуации заключается в том, что они не объясняют, а почему это Азербайджану нужно. То есть они говорят, что мы срываем, но надо как-то объяснить, зачем это нам нужно. Мы вообще-то продвигаем этот проект. А зачем Армении нужно срывать? Потому что у нас же все-таки диаметрально противоположное ощущение, что именно Армения скрывает эти проекты. Я не знаю, что имел в виду Пашинян заявляя, что Азербайджан срывает. Как Вы правильно сказали, Азербайджан сегодня выполняет эту работу. Мы видим, что в Зангизуре у нас идет прокладка автодороги. К Зангизурскому коридору идет работа, начала работа по прокладке автодороги. Начала работа по подготовке железнодорожной магистрали. То есть с нашей стороны все показатели налицо. Работа идет, и через определенное время мы уже будем готовы, мы будем уже на границе с Мегри, чтобы продолжить эту деятельность. Что он имел в виду, объяснить, конечно, трудно. Я думаю, все-таки он единственная возможность использовать какой-то шанс через российское руководство что-то как-то надавить на Азербайджан. Они все-таки используют этот момент о так называемых военнопленных. И я думаю, что в этом контексте, да, Азербайджан троих освободил, которые не участвовали непосредственно в военных преступлениях. Но это не значит, что те лица, которые там совершали преступление, которые совершили убийство наших граждан, будут также просто освобождены. Нет. Они будут осуждены нашими судебными органами. Будем надеяться, что в Армении это все понимают. Мурад, нам наше эфирное время подошло к концу. К сожалению, второй гость в виду, так сказать, связь оборвалась. Но мы ему тоже выражаем благодарность за участие. Я напоминаю нашим зрителям все это время непосредственно у нас в студии на наши вопросы. Отвечал политический образователь Мурат Сададин. Мурад, моим огромное вам спасибо. И вам спасибо.